Привет, меня зовут Александр Дзюба. Я из команды машинного обучения, анализа данных, рекомендаций и вот этого всего. Команда машинного обучения и рекомендаций покрывает практически все области ML, которые на данный момент известны. Мы делаем как анализ больших данных, так и рекомендации каких-то объектов пользователям на основе этих данных. Мы рекомендуем видео, клипы, сообщество, многое другое. Помимо этого, у нас есть команды, которые занимаются звуком, это распознавание речи, шумоподавление, прочий аудиопроцессинг. Есть команда, которая занимается компьютерным зрением, есть команда, которая занимается NLP. Все это мы используем для того, чтобы либо дать пользователю какой-то интересный экспириенс во ВКонтакте, либо для того, чтобы прокачать наши технологии. Допустим, ВКонтакте есть звонки. Для того, чтобы звонки хорошо работали, нужно, чтобы в них было хорошее шумоподавление, нужно, чтобы было хорошее эхоподавление. Всем этим занимается наша команда, и мы занимаемся многими областями машинного обучения. Особенность команды ВКонтакте и ее отличие от других команд — это то, что у нас есть самая большая пользовательская база в Рунете. И это позволяет нам делать уникальные штуки. Мы запускаем технологию распознавания речи, и ей пользуются десятки миллионов людей. Сложно говорить о достижениях команды, потому что их очень и очень много. Достижения бывают разные. Например, за последний год клипы ВКонтакте стало смотреть в 2,5 раза больше людей, чем их смотрело год назад. Это происходит не только потому, что мы круто развиваем рекомендации e-mail. Это результат работы многих команд, команды технической команды, команды маркетинга. Но именно рекомендации машинного обучения — это то, что формирует ту выдачу, с которой пользователь взаимодействует, когда заходит в приложение. Именно от качества работы рекомендаций зависит то, понравится ему то, что он зашел к нам, вернется ли он к нам в будущем. Часть этого успеха, безусловно, принадлежит нашей команде. Помимо этого, у нас было много громких запусков. Допустим, мы запустили автоматическое распознавание субтитров видео. Мы с помощью собственной технологии распознавания речи прогоняем видеодорожку даже для больших видео, для фильмов двух-трехчасовых. И пользователь может автоматически получить субтитры к своему видео и смотреть его без звука. Очень важно продолжать заниматься машинным обучением, потому что машины обучения — это один из драйверов для роста продукта. Очень часто мы запускаем какую-то фичу, видим, что аудитория ВКонтакте выросла на значимую какую-то величину. Или количество просмотров видео, количество просмотров ленты, количество подписок на сообщество растет. Мы меряем это в АБ-тестах и понимаем, что наша работа приносит крутой результат. Кроме этого, мы часто улучшаем юзер-экспириенс от пользования нашими продуктами. Мы помогаем другим отделам ВКонтакте работать более эффективно. Например, помогаем автоматизировать работу поддержки для того, чтобы у поддержки оставалось время на более приятные задачи, чем отвечать на какие-то шаблонные вопросы. Все это делает нашу работу очень важной, поэтому мы ищем тебя, чтобы ты пришел к нам в команду и помогал развиваться нам в этом направлении. Отличительная особенность работы в нашей команде — это то, что мы не ставим никаких рамок для развития технических специалистов. Ты хочешь обучать глубокие нейросети — пожалуйста, ты обучаешь глубокие нейросети. И делаешь соторешения, которые работают лучше, чем любые другие на рынке. Ты хочешь внедрять свои решения в высоконагруженный бэкэнд — пожалуйста, ты пишешь код на бэкэнде, внедряешь свои решения, запускаешь обет-тест и следишь за тем, как твоя технология меняет жизнь пользователя и получаешь от этого удовольствие. То есть мы не ограничиваем стремление сотрудников развиваться в любых областях и даже поощряем это. Наша команда занимается машинным обучением. Тем не менее, мы всегда при собеседовании в команду смотрим на умение программировать на любом языке, не обязательно на том, которое мы используем. В целом, умение программировать, которое досталось вам из предыдущего места работы или из университета, оно для нас очень ценно. Кроме умения программировать, важна некая эрудиция в области IT и особенно в области машинного обучения. Мы не требуем многого, требуем базовых знаний и понимания того, почему машинное обучение устроено так, как оно устроено. Процесс найма в нашу команду обычно состоит из двух собеседований. Первое — техническое. На нем ты познакомишься со специалистами, которые занимаются примерно тем же, чем будешь заниматься и ты. Это будут либо специалисты по машинному обучению, либо бэкэндеры, либо менеджеры. Они поспрашивают у тебя, как бы ты решил некоторые кейсы, которые возникают перед нами в процессе работы. Немножко поспрашивают про технику, немножко поспрашивают про общие знания. Второе собеседование обычно уже финальное. Оно проходит с менеджером. На нем пообщаетесь за жизнь, познакомитесь, возможно, немножко попишите код. И после этого мы уже сможем сказать, подходите вы нам или нет. Всем, кто собирается к нам в команду, мы предлагаем в меру токсичный и очень профессиональный коллектив. Если ты хорошо знаешь машинное обучение и умеешь программировать, обязательно откликайся на наши вакансии.